Девочки, мальчики, мужчины, женщины, мамы, папы, бабушки, дедки, смотри, ситуация следующая, в целом молодцы, мне понравилось, старались, делали, иногда уходите от понятия баланс корпуса, ну как бы это такое, особенно у девочек в поворотах, девчонки, от этого зависит все, да, то есть вот, от этого баланса зависит все, только вы начинаете назад-вперед, корпус раскачивает, это центрифунка, что такое раскачивание баланса вперед-назад, смотрите, когда у вас корпус, девочки, это к вам по большей части, но партнеры, если вы будете вращаться, а вы будете вращаться, то вам это тоже касается, вас это тоже касается, смотрите, ваш корпус отцентрован во время поворота, да, есть ось, вот, погодите, какая-то кривая ось, есть ось вращения, да, вот относительно полно, что происходит, когда вы наклоняете корпус, ось становится вот так, опора-то у вас не меняется, опора не меняется, точка опоры та же, а ось наклонили, начинается поворот, и понеслась, сейчас покажу, поворот-импульс здесь, центрифуга, либо сверху вниз, либо снизу вверх, в зависимости от того, куда завалили корпус, чаще снизу вверх, то есть, когда завал идет корпуса, то тогда центрифуга начинается вот отсюда, и вверх пошла, то есть, на раскачивание идет, все больше и больше, и так попытаюсь демонстрировать, смотрите, элементарно что делаю, вот я стоял в балансе, вот мой поворот, я в балансе, теперь я просто выравниваю колени, баланс оставляю стырить, видите, то есть, и постепенно с каждым поворотом эта амплитуда будет увеличиваться, кто смотрел футбольное катание хоть раз, что девочки делают, когда начинают вращаться, объем, да, а потом что делают, группируются, это сжимает объем сопротивления с воздухом, ускоряется поворот, и они входят вот в эту центрифугу, но центрифугу акцентрованную, то есть, которая будет равномерной, она не будет не разбалтрованной. Еще, когда вы вращаетесь, девочки, дома, в основном это вас касается, попробуйте сделать такую фишку, на поворотах, на базовом повороте, не на базовом, извиняюсь, на спин-повороте, когда вы начинаете задавать себе инерцию подготовкой, сложите вот так руки, не вот так, а вот так, и затормозите, то есть, чтобы у вас ось постепенно, постепенно пришла в позицию, когда вы с любыми руками, с ровными, с такими, с такими, могли вращаться, это развивает ваш вестибляр, это будет очень хорошо, вот, поначалу упражнение, сразу покажу, чтобы вы просто с ним работали, это касается всех партнеров, партнерши, становитесь на одну ногу, и сначала просто учитесь подавать вес вперед, то есть, то, что ты показывала, да, что иногда вот так вот делаем, эта техника, она есть, но она немножко по-другому делается, когда вы смотрите и начинаете подавать вперед колени, у вас должен быть баланс, выдержан с грудной клеткой, то есть, тогда у вас будет все время стабильная ситуация, если у вас будет просто подаваться баланс, а грудная клетка будет оставаться на месте, вы будете в разбалансировке постоянно, то есть, первое, вы учитесь вот так подниматься, да, с баланса, потом, следующее упражнение, вы учитесь, отбили ногу, подтянули с баланса, с выставлением баланса, да, пробуем, пробуем, на другую ногу то же самое, для чего нужно научиться подтягивать ноги, когда вы идете в проходной поворот или спин-поворот, когда вы вращаетесь, смотрите, чем ближе ваши стопы, тем стабильнее будет поворот, и тем удобнее он будет вращаться, чем ближе ваши стопы спин-поворот, тем удобнее он будет делать спин-поворот, потому что вот эта нога, она как баланс дружно мешает, если она болтается с боком, поэтому поджимает над полом в миллиметра буквально, то есть, она не касается пола. Дальше, продолжаем это упражнение, когда вы научились вот это делать, да, в балансе, вы делаете следующую штуку, сначала просто, тырку, левая нога отставлена на правый вес, вес впереди, пятка оторвана за счет баланса корпуса, подготовочка, четверть, затормозили правой ногой, левая нога не участка, это просто цирк, четверть, 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 выдерживайте вес на ныне. Второе упражнение, отсюда же, мы делаем полный, не полный, извиняюсь, пол-поворот, половина, половина. Третье упражнение, здесь же, полный. А дальше мы совмещаем это упражнение и предыдущий. Как это будет выглядеть? Посмотрите, посмотрите сейчас, четверть, 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 половина, половина. Половина, половина. И полный поворот. Подтягиваем ногу и оставляем, да, то есть уже в балансировке. Хорошо, а это упражнение надо, ребят. Это вам надо, для того, чтобы вы развивались. Теперь возвращаемся к нашим поворотам в парень. Повороты в парень, ребят, сейчас. Да, это же масляное задание, это упражнение, чтобы... Я буду проверить. О, конечно, ну а что ж, будет видно, кто делает это. Ребят, теперь к поворотам в парень. Сейчас, смотрите. Полетим, можно? Подготовка, да? Окей, с подготовкой мы разобрались, с пальцами мы разобрались. Все хорошо. Теперь у меня вопрос к девочкам. На какие счета... Извини, я просто опередил события. На какие счета делается твойной поворот? Хорошо. Стоп, девочки думают. Пока партнеры мне отвечают. На какие счета мы делаем им твойной поворот? Одинка. А? Одинка. Понял. Ну вот, видите, есть четвертый. Раз, два, три, четыре. В нее нам надо вложить двойной поворот. На раз, на три, наверное. Два, три, четыре. Вот, прям, и... Починаем, все очень ровно. Полностью, вот. Кто может мне полностью рассказать, К дается в импульс на двойной поворот и считается двойной поворотом? Алиса? Это само собой. А счет одинный раз везет на два металла, на три металла, на четырех металла? На четырех металла. Два, четыре металла. К сожалению, нет. Идея хорошая, но мы немножко не так, не успеем. Успеем на темп. А, ну, точнее темп. Вот, вот, появляются и... Вот, и появляются таким образом. Смотрите. Вот я партнерш, и меня начинают вращать. Да? Начинают вращать. Раз, и... Два, и... Три, эф. Вот это будет двойной поворот. Женский. То есть, мы в два раза быстрее, то есть, запускаем у нас импульс партнера, будет в два раза быстрее. Если мы на ординарной, на ординарной, ведем. Просто медленно, да? Раз, два, три, эф. Да? То есть, здесь будет полноушен. Раз, и... Два, и... Три, эф. Тут еще останется шаг. У вас при этом шаги просто. Раз, два, три, эф. Вот здесь начинается ломка мозга. Да? У партнера. Потому что нужно руками быстрее двигаться, нежели ногами. Вот. И вот это нужно уже заучивать и врабатывать в тело. А, врабатывать. Потому что... Это нужно научиться координировать и синхронизировать руки и ноги. Но партнеры, сразу говорю, если вы выучите вот эту позицию, одну проблему вы уберете, это ось и выдерживание оси партнерши. Останется только решить с ногами. Да? И со скоростью импульса. Скорость импульса удваивается. Раз, и... Два, и... Три, тэп. Три, это уже забор партнерши. Раз, и... Два, и... Три, тэп. Извините, я когда считаю с кишками, у меня бывает такое, что я шагаю с кишками. Поэтому такое бывает. У вас бейсик просто. Хорошо. С двойным будет понятно поворотом? Попробуем? Да. Давайте пробуем. Ставим партнер. Попробуем. Продолжение следует...